С начала июля в России традиционно вводится ряд новых тарифов, норм и правил. Нововведения коснутся миллионов граждан. Это и появление электронных больничных, и предоставление скидок на покупку первого автомобиля, и повышение минимального размера оплаты труда. А еще начинается очередной этап внедрения платежных карт МИР. Подробнее смотрите в нашей рубрике Телетайп новостей. С 1 июля в нашей стране будут выдавать электронные больничные. Электронные листки нетрудоспособности должны упростить жизнь и пациентам, и медикам. Большая часть данных пациентов вводится автоматически, что исключает ошибки при заполнении. Виртуальные больничные нельзя помять, потерять или подделать. То, что сотрудник заболел, работодатель может увидеть сразу после того, как бюллетень будет выписан. Привычные бумажные листы нетрудоспособности тоже пока остаются. С июля начнут выдавать карты платежной системы МИР. Их уже выпустили больше 8 миллионов. В первую очередь их получат бюджетники и пенсионеры. Последние никаких комиссий за обслуживание новых карт платить не будут. Получение МИРа не обязательно, но тогда выплаты будут осуществляться только наличными деньгами. Переход с других платежных систем обещают сделать плавным. Картами отечественной платежной системы МИР можно будет расплатиться и за границей. Хорошая новость для тех, кто собирается купить новую машину. С 1 июля вступило в силу распоряжение правительства в отделении средств на стимулирование продаж автомобилей через льготные автокредиты и автолизинг. Предполагается, что будут запущены такие проекты, как «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Свой бизнес», «Российский тягач» и «Российский фермер». По некоторым из них бонусом может стать и дополнительная скидка. Нововведения затронули и правила безопасности дорожного движения. С июля детей старше 7 лет разрешается перевозить, фиксируя их ремнями безопасности, но только на задних сиденьях. Для детей младше этого возраста требуется специальное удерживающее кресло. Оставлять детей младше 7 лет одних в салоне автомобиля тоже запрещено. В случае нарушения закона придется заплатить штраф. Также с 1 июля на 300 рублей повысился минимальный размер оплаты труда. В итоге он составляет 7800 рублей. Теперь работодателям, в том числе и в бюджетной сфере, придется платить своим работникам не меньше этой суммы. За несколько лет мрот поднимут до прожиточного минимума.